Привет, друзья! Меня зовут Иванка, и рада видеть вас на канале Польский Онлайн. И сегодня в видео мы с вами выучим фразы, предложения, которые помогут нам поддержать разговор на польском языке. Мы с вами научимся соглашаться с чьим-то мнением, отрицать и, в общем, дискутировать на польском языке. Поэтому, если эта тема вам интересна, тогда обязательно продолжайте смотреть. Ну, а мы начинаем. Начнем с того, что мы будем выражать наше мнение. Например, можем и поведеть моим зданием. Моим зданием это по моему мнению. Например, моим зданием не варто так ризыковать. То есть, по моему мнению не стоит так рисковать. Также мы можем сказать мышле от глагола мышлять. Мышлять это думать, то есть я думаю. Например, мышле же тошветный помысл. То есть, я думаю, это отличная идея. Мы также можем начать предложение с фразы Особище уважим. То есть, я лично считаю. Например, особище уважим же то есть наилепше месяце. То есть, я лично считаю, что это лучшее место. А сейчас, друзья, я хочу напомнить, что у нас активная регистрация на онлайн-курс Польский за два месяца. Это 30 видеоуроков, которые размещены на платформе, где мы разбираем с вами базовую грамматику и лексику польского языка. Все уроки уже записаны. Проходить вы их можете в любое удобное для себя время. То есть, если вы много работаете, вы всегда сможете найти каких-то 15-20 минут, чтобы зайти на платформу, посмотреть урок и сделать домашнее задание. Главная цель нашего курса это научить вас создавать предложения на польском языке, абсолютно любые, во всех временах. И, конечно же, чтобы вы начали говорить на польском. Я учу вас на курсе ту информацию, которую мы даем в уроках, выводить в практику и использовать в своем языке. Поэтому, если уже через два месяца вы хотите начать говорить на польском, тогда обязательно переходите по ссылке в описании. Мы также оставим для вас промокод, который дает 10% скидки на курс и обязательно-обязательно регистрируйтесь. Ну, а мы продолжаем разбираться, как поддержать разговор на польском, поэтому возвращаемся. Также вы можете воспользоваться выражением То есть, насколько я знаю. То есть, насколько я знаю, мы его уже не увидим. Дальше мы с вами перейдем к выражениям, которые помогут нам согласиться с кем-то. На przykład, możemy powiedzieć Также у нас есть классное выражение То есть, в том-то и дело. Давайте я вам пример покажу на таком небольшом диалоге. Его я прочту с ноутбука. То есть, она сказала, что она будет в Кракове, он увидел ее в Гданске. И у нас в ответ, вот именно, как раз об этом и идет речь. Как еще один вид соглашения с чем-то, мы можем сказать Я не против. По-польску, то, конечно, не могу ниц пшечивку. То есть, я не против, все хорошо. Если, например, мы хотим немножко подискутировать, либо выразить свое недовольство, можем мы поверить, не пшесадзай. Пшесадзай это преувеличивать. То есть, не пшесадзай это не преувеличивать. На przykład, я стем старый и хорый, и кто же нам повиновает, не пшесадзай. Вшестое есть в порядке. То есть, я старый и больной, кто-то нам говорит, давай не преувеличивай. Все хорошо. В случае, если мы не уверены в чем-то, всегда можно сказать Не естем тего певна, так скажет женщина, а мужчина скажет Не естем тего певен. На przykład, можем им поведеть Не естем тего певен, Не мямым сбыть дуже часу, чтобы то справдить. То есть, я не уверен в этом, у меня не было слишком много времени, чтобы это проверить. Дальше, перейдем к блоку, когда мы совершенно не соглашаемся с нашим собеседником. Первое выражение это Не сгадзом ще стобом. То есть, я не согласен с тобой. Можемы ровнеш поведеть же Цауковича ще не сгадзом. То есть, я полностью с тобой не согласен. Можем, например, использовать предложение Естем против него здания. То есть, у меня противоположное мнение. Альбо поведеть же То не манит с дожечи. То есть, это не имеет никакого отношения к делу. Ровняж можемы ужить часовника сонжить. Сонжить это считать. И ежели поведеме, но не сонзе, то есть, я так не считаю. Иногда важно также добавить какую-то информацию И втеде можемы ужить На пшеклад Варто додать же То есть, стоит добавить что На пшеклад Варто еще додать, что он ездил до мамы. То есть, стоит еще добавить, что он ездил к маме. Мы также можем попросить кого-то рассказать больше подробностей. Втеде поведеме, Чи могу просить więcej szczеголов? То есть, можно мне побольше подробностей? Либо же сказать Поведь ми о tym więcej. То есть, расскажи мне об этом больше. Или запитать, Чи мог бы ты мне об этом рассказать немного больше. Если же, например, Вам нужно поддержать какую-то дружескую беседу, Чтобы разговор продолжался, Вы всегда можете спросить, Что наибардзе любишь? Или, что наибардзе любишь в чем-то там? В музыке? Или, что наибардзе любишь в языке польским? Или, что наибардзе любишь в своей праце? Я надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте, что все эти фразы-выражения собраны в PDF-файлике, расписаны с переводами и примерами. Поэтому обязательно заглядывайте в описание к видео, и там вы найдете конспект данного видеоролика. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Это будет для меня безумно-безумно приятно. А если хотите каждый день со мной учить польский язык, тогда обязательно переходите в Instagram.polskyonline.com Мы с вами в сторис и постах каждый день что-то новенькое будем изучать. Я благодарна, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся уже совсем скоро в новом видеоролике. Желаю вам прекрасного настроения. Честь!